Приветствую вас, друзья! Вы на канале Пульс Земли. События и катаклизмы за 19 марта. Поехали! Наводнение в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии на протяжении нескольких дней идут проливные дожди. В результате происшедшего наводнения погибло 5 человек. Дождь вызвал сильнейшее наводнение в Джижанском районе. Были закрыты дороги, а гражданская оборона осуществляет десятки спасательных работ. В основном это люди, находящиеся в транспортных средствах, попавших в воду. Управление метеорологии окружающей среды обратилось к предупреждениям гражданам соблюдать осторожность и не выходить из дома без особой надобности в момент усиления осадков. Наводнение в Пиражуи. Бразилия. Шторм обрушился на Пиражуи и вызвал наводнение на улицах и проспектах. По словам инженера мэрии, за 40 минут в городе выпало около 100 мм дождя. Пока что проводится обзор потерь. По данным пожарной охраны, во время дождя жертв не зарегистрировано. Наводнение в Курдистан, Ирак. С понедельника в провинции Духок начались проливные дожди, которые вызвали повышение уровня воды в реках и вокруг населенных пунктов. Это привело к внезапным наводнениям, которые повредили около 400 домов. Десятки автомобилей и сотни магазинов, а также убили двух человек в районе Захо. Согласно первоначальным сообщениям, сильный дождь также привел к разрушению четырех небольших мостов, соединяющих город Духок с другими районами. Группы гражданской обороны в Духовке спасли 21 семью. Изменения при карантине Вода в каналах Венеции заметно очистилась и стала прозрачной на фоне карантина по коронавирусу. Местные жители публикуют видео, фотографии, свернувшиеся рыбой и лебедями. Венецианцам запрещен выход из дома без крайней необходимости. В городе нет туристов, движение в каналах остановилось. На территории городского округа Шигадзе, тибетского автономного района, на юго-западе Китая, произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков располагался в 24 километрах к востоку от города Шикар. В Тихуане, Нижняя Калифорния, был замечен смерч, который носился над морем. Несколько очевидцев событий зафиксировали торнадо и поделились в социальных сетях. Опасность местным жителям он не представлял, в связи с отдаленностью от берега. Шторм торнадо Техас На севере Техаса пронесся шторм, который принес с собой ливни, град и торнадо. Сан-Антонио сообщил о сильных грозах, охвативших этот район, что вызвало сильный град и постоянное освещение в некоторых частях штата, в том числе и в округе Эдвардс. Разрушительные ветры двигались на северо-восток. Все это сопровождалось торнадо. Сильных разрушений не было зарегистрировано, а также никаких травм. И большая часть ущерба, особенно строением, была незначительной. Новости распространения коронавируса Борьба с коронавирусом в Украине и в мире продолжается. Каждый день выявляются новые случаи заболевания. Для предотвращения распространения COVID-19 в Украине введен карантин с рядом ограничений. В трех областях действует режим чрезвычайной ситуации. В Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом. Три летальных случая от COVID-19. Смертность в Италии составляет 8,3%, тогда как в Китае она была на уровне 1,4%. При этом за время эпидемии в Италии в два раза меньше случаев инфицирования, чем было в Китае. Число заразившихся во всем мире составляет 245 652 человека, 10 050 из которых скончались, а 88 430 выздоровели. Наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Италии 3 405. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал Пульс Земли, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить последние выпуски. Спасибо за внимание и до завтра.